День Аиста Аист – это вообще символ мира, удачи, возрождения и начала новой жизни. Недаров в поверье говорится, и мы знаем, что женщина, когда рожает ребенка, в возголовье ей кладется амулет с выражением Аиста. Но еще Аист, он очень почитает родителей и говорят о том, что если вот Аист птица становится старой, она теряет оперение, то молодые Аисты выщипывают у себя перья и покрывают ими своих родителей. То есть, понимаете, символ, вот эта птица, семья, благополучие, добрые отношения – это все вместе связано. Детских домов у нас сейчас 40, еще несколько лет назад их было 54, а теперь 40, и в них находится 1200 детей. За последнее время количество детей, которые были переданы из детских домов семьи, уменьшилось на 700 человек. Сейчас политика государства, политика Московской области, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, она социально направленная. И самое главное, чтобы каждый ребенок обрел семью. Государство оказывает немалую помощь тем семьям, которые взяли к себе детей. И каждый год Московская область выделяет более 3 миллиардов рублей для того, чтобы помочь приемным семьям. Родители, которые берет на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, это 3, 4, 5 группа, каждый из родителей получает ежемесячно выплаты по 25 тысяч рублей. В день Аиста детей навестили министр образования Московской области вместе со своим заместителем, заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуева, начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области, благочины Орехово-Зуевского церковного округа, 16 приемных семей, взявших на воспитание детей и 17 кандидатов в замещающие родители, прошедшие подготовку в школе приемных родителей. Мы сегодня с вами собрались в этом зале для того, чтобы еще раз порадоваться за наших замечательных детей, которые обрели свою семью. Детки, вы здесь? Не слышу. А мамы ваши здесь? А папы? Ну у кого-то пришли, у кого-то кто-то на работе. Мы слышим сегодня, что в нашем городе родились полноценные, полные, здоровые семьи. Детки нашли своих родителей, родители нашли своих детей. И все, спасибо Аисту. В настоящее время в учреждении проживает и обучается 87 детей в возрасте от 3 до 18 лет. В 2013 году 28 воспитанников детского дома были приняты на воспитание в семье. В нашей семье нет общих детей, поэтому мы решили взять ребенка на воспитание. Мы всегда мечтали о своем ребенке, ну что же делать? Не всегда это получается. Нам здесь, в Орехово-Зуеве, нам очень крупно повезло. С первой попытки мы здесь увидели у малыша и больше никаких вопросов не возникало. Самое сложное из того, что мы прошли, собирание документов, это минимум, и это все как-то по сравнению с тем, как когда мы искали уже ребенка, вот это самое сложное. Найти, выбрать своего ребенка, чтобы сразу душой почувствовать вот его. Мы как-то с первого раза это посмотрели и все, сразу. Я от чистого сердца, от всей души желаю каждому ребенку приобрести семью и призываю всех Орехово-Зуевцев обратить на это серьезное внимание. Я думаю, что таких семей найдется очень много. Во всяком случае, мне очень хотелось пожелать этого. Для гостей воспитанники детского дома подготовили концертную программу, раскрывающую таланты каждого ребенка, и немного рассказали о себе. В конкурсах активное участие принимали не только воспитанники детского дома, но и пришедшие в этот день родители. Все желающие могли пройти мастер-классы по оригаме, флористике и лепке из соленого теста, познакомиться с творческими работами воспитанников. Я очень люблю петь, танцевать. Музыка, в общем, моя жизнь, я увлекаюсь этим безумно. Также я немножечко рисую, учусь сама себя. У нас тут танцевальный кружок, кабинет релаксации. Я там хожу, расслабляюсь. Много детей ходит. Я очень благодарна своим воспитателям, своим директору Ольге Юрьевне, очень благодарна педагогам, которые со мной занимались. В частности, библиотекарю Анне Анатольевне Ефимовой, которая научила меня готовить прекрасно. Специалисты, юристы и психологи консультировали гостей по вопросам подготовки и оформления необходимых документов для усыновления. Подготовки детей детского дома к жизни в замещающей семье рассказывали об особенностях воспитания ребят. Семьи, принявшие детей на воспитание, получили подарки и благодарности от лица губернатора Московской области, администрации и благочения городского округа Орехово-Зуево.